Всем привет, с вами снова Лайнос, и сегодня я записываю летсплей на какую-то, по-моему, безымянную карту, не знаю, уточню название у автора позже, она делается для проекта, какого-то совместного проекта, короче, на Doom Power, вот, а автор у нас Сивульф. Ну ладно, я играю сейчас в Зандронами, потому что автор не может устранить какую-то графичную ошибку с текстурами, и поэтому в бумах она не запускается, эта карта, вот, и еще, ну, конечно, как вы слышите, я несколько месяцев голодал и, наконец, заработал себе на нормальный микрофон, поэтому вы можете слышать глаз мой во всей его божественности. А теперь приступим непосредственно к летсплей, значит, я тут уже запустил, посмотрел, мне нравится подбор текстур, красиво, это во-первых, во-вторых, мне нравится то, что вот те колонны за стеклом, простреливается оно или нет, не важно, скорее всего, нет, но это не важно, потому что игрок это все равно не сможет проверить, и это ни на что не влияет. Но вот здесь есть небольшая ошибочка, вот эта текстура стекла, она, видите, не выровнена так, как надо, вот здесь блеск обрезается и здесь, это некрасиво, вот тут такого нет, вот видите, тут по углам все нормально, все, в смысле по бокам, ну и по углам тоже. Ладно, вот это мне, конечно, вот эта текстура мне не нравится, это какое-то уже издевательство над графикой, на мой взгляд. Ну блин, как же я отвык от Зандронума, я буду, наверное, очень плохо играть, потому что реально... Так, надо... да, надо создавать сразу несколько слотов, а то я помню, что оно может зависнуть все. Так, ну, можно отметить, конечно же, отличный амбиент, мне очень нравится этот амбиент, хотя карта достаточно светлая, или это Зандронум так осветляет, не знаю, честно говоря, но в любом случае музыка к карте подходит. Мне действительно нравится, как это звучит, и как это соотносится с картой. Дизайн? Так, это откуда стреляли? Ой, ё-моё! А патронов-то и нет, а патронов-то и нет. Ай! Так, ну ладно. Ну, компьютеры, кстати, вот, блин, надо бы тоже вот эту текстурку кому-нибудь ездить и использовать, потому что вот эти компьютеры на фоне метал... ну, такого белого металла уже всех достали, а вот тут оно смотрится красивше. Вот, ну, потолок с небом, между прочим, хотя его так вообще очень плохо видно, но вообще, конечно, проработано неплохо, очень неплохо. Провода, ну, блин, я уже как скал один начинаю прям каждую текстурку выделять, в общем, красиво. Вот, какие-то вот такие ненужные, как бы, локации, то есть, она явно туда нельзя попасть, но она есть, это как декорация. Блин, вот эту текстуру... фу! Сивуль, фу, убери ее нафиг! Используй другую какую-нибудь, она смотрится уродливо просто. Так, нажал я какой-то свитч. Стоп, откуда я пришел? Я пришел вот отсюда. А там уже экзит. Ну, я сохранюсь, конечно же. А, кстати, мне не понравилось, знаете что? То, что аптечка вот тут лежала на пороге. То есть, нельзя было пройти в дверь, не взяв ее, а я бы лучше ее оставил на потом, потому что у меня было всего 95%. И тратить большую аптечку мне тогда не хотелось, но пришлось. Ого! Какие тут вкусности лежат. Так, экзит. Сейчас мы подробненько его изучим. Да, ну, вообще, говорят, тут похоже на копипаст. А копипаст вот такое, это плохо. То есть, вот один такой зал, это нормально. Но когда их вот три подряд, это, знаете, не очень хорошо. И тоже предсказуемость получается, потому что я сразу знал, что можно сюда заглядывать и что-то там находить. Но это нет, это нехорошо. Текстурка здесь не стыкуется. Здесь вот мы видим серую какую-то текстуру, а вот сбоку она почему-то ржавометаллическая. И сзади тоже ржавометаллическая. Это неправильно, так быть не должно. Так, я так понимаю, это синяя дверь. Там у нас открыто. И чтобы попасть на экзит, нужно все три ключа. Я понимаю, это так. Там, похоже, какой-то ад, Израиль. И нам туда нужно попасть. Вообще, надо сказать, пока что мне нравится то, что нет большого количества монстров. Они появляются вроде бы, ну так, достаточно редко. И не такими большими кучами. А это, почему хорошо? Да не потому, что я не люблю там что-то такое, а потому что карта вместе с музыкой подразумевает некую хоррорность такую. Вот видите, даже кровь из-под двери течет. И если бы монстры появлялись постоянно, это рушило бы всю атмосферу. Ну, имху, конечно, со мной могут не согласиться. Так, ну, нам ничего не остается, кроме как здесь я был, кроме как идти сюда. Я в непонятках. Красивый ход. Ну и что, я нажал, ладно. Я вообще думал, это лифт. Не, ну это на самом деле лифт, по-моему. Элеватор, точнее. Но он не работает. Значит, я что-то другое открыл. Вопрос в том, что. Ну, здесь-то вряд ли что открылось. Скорее всего, что-то здесь. Ага. Так, нет, вот здесь я буду вот так вот аккуратнее. Радует то, что автор использует пейн элементали. Как вы знаете, я его очень люблю. Я питаю к ним просто самую нежную любовь. Ой, у меня плазмоган есть. Откуда? Надеюсь, я не зря взял все три упаковки плазмы. Вообще-то трупов много. Именно монстров. Тут было какое-то побоище, судя по всему. В котором мы не участвовали. Ну, это как только для атмосферы получается. Ну, и красивее так, в принципе. Вот только у такого решения есть небольшой минус. По трупам непонятно, где ты был, а где ты не был. То есть, трупы даже в новых локациях ты находишь. И тебе непонятно, а ты был тут или нет вообще. Вот, этот зал. Ну, неплохо сделан, только где-то здесь. Вот здесь текстура обрезалась. Но это ладно. Вот здесь она нормально обрезается. А вот здесь, вот это вот, это некрасиво. Ну, тут еще ладно. Тут она как бы вбок переходит. Такое, в принципе, может быть. Но вот это вот, это нехорошо. Вот. Уже я чувствую какую-то заваленность аптечками. Вы посмотрите, монстры слабые, их мало. Но аптечек так много. Может быть, конечно, на ультра-виоленс монстров было бы больше, и они были бы сильнее. Но если ты делаешь и на Хурт-ми Плэнти, в смысле, если ты на Хурт-ми Плэнти уменьшаешь их количество. Люблю такие арочки. Только люблю, когда их чаще... Хотя нет, нормально. Вот. Если ты делаешь на Хурт-ми Плэнти меньше монстров, или как-то изменяешь их, то надо и аптечки с патронами тоже соизмерять. Делать их меньше там, или больше, ну, там, в зависимости от ситуации на карте. Блин, вот хит-сканеры, их не видно ни хрена. Они там, вот где-то за этой сеткой сидят. Ди кокоса, откуда они только вылетели? Я даже не успел оглянуться. У меня тормоза были. Повисло все на секунду. Не знаю, как это было на видео. Так, здесь еще. А, это с хит-сканера. Ну, нет, еще один. Где? Покажись. Все, я отомстил. А вот теперь мне пригодятся аптечки. Так, еще одну большую. И хватит. Ну, в принципе, учитывая то, что здесь аптечек я что-то не припомню, вот в этой локации, то, наверное, в принципе, логично, что мы там сражаемся, а здесь восстанавливаемся. Тогда нормально. Тогда эта концепция имеет право на существование. И я бы не сказал даже, что она какая-то неправильная. Ну, конечно, красивые вот эти вот штучки. Только я, честно говоря, люблю, когда они немножечко пониже сделаны. Ну и большие такие плиты тоже могут быть. Это не плитирка даже, это просто усовщина. Так, патрончики. Так, это лифт. Что вот это за текстура? Вот эта повторяющаяся текстура, это ужас. А здесь она еще и как-то по-другому повторяется. Слушайте, это ужас. А, не, это вот она. Нет. Вот к этому нет претензий, вот к этим вот. А вот к этому, ну вот это ужас. Здесь надо что-то другое ставить. Так, опять вот эта текстура, ну, не знаю. Не нравится мне, когда вот так вот такие коричневые пустые панели. Так, это я поднялся наверх к чейнганнерам. Судя по всему, это какая-то конвейерная линия. Или чего? Подождите, стоп. Как я вообще сюда поднялся? А, это все лифт. А я думал, тут имитация 3D-полов. Да, размечтался. Ну ладно. Патроны. Их достаточно много. Непонятно, зачем мне дали плазму. Небо красивое. Сто пудово откуда-то уже стыленое. Ой, что с дверями происходит? Что это за ужас? Слушайте, так сражаться невозможно. Да, блин. Ну что такое? Это какая-то садомия, а, Сивольф? Ты это, блин, измени как-нибудь, потому что это ужасно. Ты, наверное, хотел выпендриться дверями, которые открываются вверх и вниз одновременно, но это у тебя получилось очень хреново. Так, значит, где я не был? Там я не был, там рюкзак только. Полюбуемся на ужасную текстуру. Вернее, текстура-то сама по себе нормальная, только она не предназначена для использования в таких местах. Так, стоп, я хочу на те трубы. Что-то я взял. Ротит ланчер я взял. И вроде бы на этом все. Так, стоп, а это лифт? Нет, не лифт. Вообще, вот, есть такая небольшая проблема в картах, вот, где все состоит из такого ржавого металла, в том, что непонятно, какая из вот этих ржавых штук является лифтом, а какая нет. Поэтому на таких картах я рекомендую делать вот как сделано здесь, то есть, чтобы лифты опускались только кнопками. Как вы можете помнить, вон там опускается не кнопка, а нажатием по текстуре. Так, ну открывайтесь. Да, блин. Что со двери ужасные? Это капец просто. Вот Бирин дел нормальные открывающиеся, раздвигающиеся двери. В своей карте, посвященной одной очень классной игре, Zero Tolerance, стрелялка, тоже наподобие Дума. Извините. Вот он сделал как бы карту в стиле той игры, и у него как раз двери хорошо получились там. Вот, ну а вообще, в принципе, раздвигающиеся двери делать не так уж сложно, но... И поднимающиеся, опускающиеся тоже не сложно, но почему-то здесь это реализовано как-то ужасно. Что это такое? Посмотрите, они... они просто непредсказуемые. Вот, я вообще сейчас ничего не делал, я на месте стою. Ужас. Так, ну и, конечно же, серьезная придирка это то, что... Я могу стрелять через стекло, блин, какого черта? Зачем тогда вообще делать стекло? Сделай решетку! Или сделай непростреливаемое стекло, одно из двух. Потому что это ужас, когда стекла простреливаются. Я понимаю, если бы они были разбитыми, как у Шэдоумена в каких-то вадах, там в Хеллфайде, по-моему, там сразу видно, что в стекле дырка и... Ну, не дырка, а в смысле, а стекло разрушено больше, чем наполовину. То есть, понятно, что через него можно как бы стрелять, оно сломано. Ну, а когда стекло целое, стрелять через него это глупо. Че-то я все хожу, а монстров-то нету. Ну, вот мелкие детальки, это все радует, конечно, вот. Свет слишком простой. Почему нельзя было сделать более его там округлым и... Градацию сделать? Почему он такой резкий? Это же... Это... Ну и витом. Вообще непонятное назначение этой локации. Хотя она неплохо сделана. Далее. Мне не очень нравится, как оформлена вот эта локация, но здесь хорошо проработан свет, более-менее. Так, ну остается только сюда идти. Почему он не умер? Хорошая ловушка. Хорошая. Но я почему-то ждал какой-то подлянки. Не знаю почему, но в принципе тут догадаться даже сложно было бы. Что-то я нажал. Вот. А здесь опять лифт опускается по нажатию по нему. Лучше кнопкой делать такие вещи, потому что тут все, блин, из такого металла. Тут не поймешь, где лифт, а где нет. Что мы видим? А мы видим глючащие текстурки. А знаете почему? А потому что сектор идет... Высота пола этого сектора выше, чем высота его потолка. И поэтому он так глючит. И как мы... Я даже могу посчитать разницу в высотах. Это 16 пикселей. Так, ну я на что-то нажал, что-то открыл, значит... Вопрос в том, что... Ага, монстры наспамнились. Отлично. Блин, пинки, я думал, ты умрешь. Так, вот вопрос в том, куда? Сюда? Ну тут, судя по всему, ничего вообще. Стоп, вот эта текстура... Нет, не отличается. Мне интересный секрет. Тут один секрет. Мне... Мне интересно, я найду его? Так, вот что-то я открыл. Блин, вот чуть не взял аптечку. Случайно. Ну и что я сделал-то, блин? Вот непонятно. Кстати, вот тут бы можно было сделать секретик. Положить что-нибудь на ящик. Или вот здесь еще, чтобы с ящика вот сюда перепрыгнуть. И там что-то... А, вот эта открылась. Погнали. Ну, о, вот я люблю, когда так трубы сделаны. Здорово. Вот за это большой зачет. Здесь, блин, так темно, что я ни черта не вижу. Мне еще солнце отсвечивает. Я в какой-то решетке. Извините, ребят, вот здесь я не могу достаточно полно сказать о дизайне, потому что, блин, ни хрена не видно. В паер-буме, блин, все было бы нормально видно, кстати. А за андроном, вернее, опен-гейлст как таковой, он имеет немножко другую модель освещения. И потому он как бы темнее. Там многие вещи нельзя разглядеть из того, что можно разглядеть в паер-буме. Ну, то есть, в софтворе. Так, по каким-то пещерам спускаемся. Это неплохо. Пещеры, кстати, тоже неплохо сделаны. И мне нравится текстура пещеры. Вот только почему потолок у них такой? Это что такое? Вот это тупо. Очень тупо. То, что... Ну, вы посмотрите. Идет пещера, и на ней как будто бы нарисована вот эта вот плита. Дебилизм. Так, опять темная локация. Мне страшно. Опять ненужные декорации. Ненужные, это не в плохом смысле. Наоборот. Ненужные локации, это всегда хорошо. Всякие задники, там все такое. Так, ну, я вижу, что автор здесь проявил... Применил, точнее, фишку Бума. Это полупрозрачные линии. Вот тут что-то скроллится у нас. Полупрозрачное. Наверное, какое-то силовое поле. Хорошо, что вот одна лампочка горит. В смысле, вот эти лампочки не горят, а одна так мерцает. То есть, якобы, они сломаны, и это... Это логично. Блин, как мне не хочется в эту локацию идти, если честно. Так, я прячусь, я прячусь от Ван Крюса. Вообще-то неприятно, когда хит-сканеры стоят на таких больших расстояниях. И на таких открытых локациях. По-моему, я это уже сто раз говорил. Ай. Надо спускаться, а то меня... Сейчас Манкубус вообще убьет? Нет, меня убьет, походу, не Манкубус. Куда, что, где, ай. Печаль. Блин, опять этих хит-сканеров расстреливать. Вообще не сильно понятно, что в этой локации делать. Нет, понятно, что вот надо спускаться вот куда-то. Вот, блин, опять я прокололся. Я вот думаю, сейчас их убить или все-таки спуститься? Давайте все-таки спустимся, а потом уже будем думать. Блин, вот какого черта? Очень нехорошо вот так делать, чтобы та платформа заканчивалась такой подлой ловушкой, в которую можно упасть. Главное, автор, раз уж ты под Зандроном от меня требуешь писать, то я буду пользоваться привыком. Так, ну я не буду проверять, насколько жжет эта кислота, но если она жжет сильно, то это плохо. Она должна жечь слабо, потому что ее здесь мало. Так, там я вижу даже какая-то еще... Блин. Зандроном, мне трудно в нем управляться. Я вижу там даже какая-то замороженная вода. Она стоит на месте. И она имеет другой цвет. Так. Манкубус, пришло твое время. А, вас там даже двое. Я убил обоих, да? Кажется, да. Мне сейчас вспомнилась песня... Ready to die. This is your Jaguar Day. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. Что... Что вот это за ужас? Вы посмотрите на эту. Это тонкая линия. Которая является... Стеной. И тут... Еще одно такое же тонкое линия. Это ужас. Фу. Так, патроны. Давайте лучше с пулеметницей. Вот здесь автор не стал выпендриваться и сделал нормальную дверь. За что ему спасибо? Кстати, вот это вот мне нравится штучка. Ну, туртрек. Который он здесь использовал. Так. У меня еще есть шелзы. Я не хочу тратить плазму живительную. Ну, вернее, живительную скорее для меня, а вот для врагов она... Прямо противоположным смыслом. Ну, вот здесь оформление уже страдает. Вот явно. То есть, предыдущие локации были более богато оформлены. Здесь же как-то... Все более скудно. Я понимаю, что это пещера. С пещеры-то хренские вот с этой. Но вот здесь-то почему нельзя было как-то получше оформить? Да и вот тут тоже. То есть, вот... Ну, ничего практически вот кроме этих двух ящиков и светильников нет. Вот здесь вот что-то, но... Блин. Ну, вот что там? Черт возьми, я могу перепрыгнуть через решетку. Это что? Это какого черта вообще? Да. Автор даже не тестировал, судя по всему. А через эту решетку я могу? Да. Я могу пройти через обе решетки. Что за бред? Так, мне нужна одна коробочка. А, нет, у меня рюкзак есть. Так, плазму возьму. У меня есть рюкзак. Так, там две двери. Здесь у нас два ревенанта. Так, подождите. У меня ракеты врезаются в эти лампочки. Это неправильно, так быть не должно. Надо сохраниться. Так, ну вот мы и пришли к Манкубусам. Огромные двери ангара. Красиво сделано. Надпись UAC. Все как полагается. Так, извините. У меня телефон звонит. И так, продолжаем. Ну, в общем, ладно, не буду больше разбинаться по поводу этого ангара. Это очень красиво смотрится. Было бы, конечно, круто, если бы он открылся. Оттуда там кибердемон вышел. Или что-то в этом. Или лучше мастер-майн. Это было бы круто. Так, вообще-то я вот, знаете, я очень сомневаюсь насчет этого пути. Потому что какой-то он слишком длинный. Надо бы зайти сюда. А двери не открываются? А почему бы не пометить, что они закрыты? Например, оградить решеткой. Или вот как я стал делать в последнее время. Кстати, вот лишняя декорация, а приятная. Кстати, там даже что-то есть еще вроде. Хорошо. Вот мелкая деталь, это в плюс. Но в целом здесь оформление какое-то очень-очень стрёмное. И, кстати, синяя часть вот здесь никак не сочетается со всем этим металлом. Слишком резкий переход. Так. Вот через эту я не могу упасть. Почему-то, мне кажется, да, этот ангар откроется. Да, отлично. Скорее всего, будет так, как я сказал. Так. Давайте аккуратненько. Тут у нас никого, значит, стреляем по головам. Черт возьми, как никого. Темно и таинственно. Ой, вот видите, почему я не хотел играть в OpenGL? Потому что слишком темно. Я нифига там не вижу. Так, ну здесь труба. Ну, нормально, более-менее сделано. Посмотрим, что у нас здесь. Не совсем понятно, зачем вот это вообще было сделано. Монстров, потому что можно было расстреливать просто по головам, а они тебе сделать ничего не могли. Да и вообще, просто с точки зрения логики, это немного странно выглядит. Я понимаю, если вверх была лестница, тогда да. Делать такую нишу вниз, это странно. Ну почему всегда выбирается плазмога? Хорошо, хоть не ротик ланча. Так, стекла стопудово опять простреливаемые. Ну ладно, хрен с ним. Все равно они ничего не дают. Да и, в принципе, игрок в буме не сможет выстрелить в них. Так что это простите. Я вот не понимаю, почему люди так сильно жалуются на пейнов в моих вагах. Посмотрите, как я с ними быстро справляюсь. Какие они вообще проблемы доставляют. Раз, раз и все. Но с ними хотя бы весело. Так, вот стопудово эта кнопка что-то сделает очень нехорошее. Нет, я ожидал другого. Нет, все равно я возьму плазму. И что у нас здесь? Это вот то силовое поле, которое с той стороны скроллится, а с этой нет. Что за бред опять? И вообще, зачем я сюда пришел? Ладно, пойдем в другой телефон. Отдать то же самое место. Так, тогда я не совсем понимаю. Может там кнопка какая, я не заметил. А, вот. Странно. Стоп, а я, значит, в один телепорт только входил? Так, ну вот, вот. Стекло простреливается. Ну, согласитесь, вот это идиотизм, то, что я сейчас делаю. Вернее, то, что мне позволил сделать автор. Так, здесь ничего не поменялось. Я нажал какую-то кнопку, открылась эта дверь. Ну, что? Было предсказуемо. Так, еще раз. Красивая подборка гаммы. Мне нравится. Ну, то есть, текстурирование красивое. И вот здесь уже более-менее красиво все оформлено. Хотя и копипаста. Шуткая копипаста. Но, в общем, простительно. Потому что это всего лишь длинный коридор. И как бы было бы странно, если бы его надо было как-то сильно оформлять. Разнообразно. Обычно так не делают. Нет, ну, конечно, в редких случаях, когда есть какая-то идея. Но, в целом, это нельзя считать большой придиркой. Что эта металлическая текстура здесь забыла? Среди вот этой серой. Она здесь явно не в тем... Так, мы с другой стороны ангара. А, это у нас вот, значит, ага. Вот только я не совсем понимаю одну вещь. Если это посадочная площадка, то где, черт возьми, небо? Почему оно находится под землей? Что за бред? Тут еще катакомбы какие-то. Судя по всему... Ой, блин, это жуткая копипаста. Очень скучная. Со спектрами. Нет, ну, со спектрами это, конечно, хорошо. Но то, что она вся копипастная... Блин, ну это... Нафиг оно реально. Серьезно. Мне вот совершенно тут неинтересно. А, подождите, это лабиринт. Все равно он копипастный, и это плохо. И он очень темный. Блин, откуда я пришел-то хоть? Так, здесь у нас перекрыто. Так, вот у нас закрыто, значит. Пришел я вон оттуда, значит. Ну, пойдем вот сюда сначала. Правильно, правильно. Так, что у нас здесь? Ни черта не видно. Кто-то стреляет. Блин, жалко, ракет нет. Вообще, я смотрю, автор любит хит-сканеры. Но это... Это простительно. В этом нет ничего плохого. Это называется антропофилия. Гы-гы. Так. Что у нас здесь? Очень недетализированная локация. Через решетку я упасть не могу? Не могу. Так, какой-то стол у нас тут. Наверное, конференц-зал. Или центр управления. Ну да, похоже. То есть, вот тут явно босс сидит, или секретарь. А здесь у нас конференц-зал. Шкафчик. С синим ключом. Подождите, я нашел только синий ключ. А мне нужно найти все три? Если они будут доставаться с таким трудом, это же капец. Сколько я буду проходить эту карту? Кстати, не сразу обратил внимание. Типа дверца. Отлично. Я такое люблю. Вот это хорошо. Так. Почему вы не телепортировались в молодой человек сразу? Не задерживайте. Так. Вот эта серая текстура здесь опять вообще ни к чему. Я понимаю, что она как бы... от этих компьютеров идет. Но все равно. Тогда надо было и здесь просто компьютеры сделать такие же и все. Блин, какая-то опять большая локация. Я их так не люблю. По-любому сейчас тут будет такой замес. Да, да, да. Наверное, полуслотерный такой. А вот БФГ-то у меня и нет. Ну ничего. Немножечко потратились. К тому же нам это возместили более-менее. Да даже не более-менее, а полностью. В общем-то, я доволен. Но это было как-то слишком легко, если честно. Надо было, чтобы они телепортировались с двух сторон. Тогда было бы лучше. Так, а вообще зачем я сюда приходил, блин? Нахуй я сюда пришел? Как говорил мой школьный товарищ. Стекло! Мы что, проверим? Простреливается. Автор. Ну, ё-моё. Слов нет просто. Как вот... Это же богохульство какое-то. Простреливаемые стекла. Так, как я вообще сюда заходил? Здесь я побывал. Взял синий ключ. Где я еще не был? Блин, это так запутанно на самом деле. Хорошо бы вот где-нибудь мне дать карту. То есть автомапу. Чтобы я знал хотя бы где я был, где что там, я не знаю, заканчивается. Это лабиринт. Вот эти трупы, они действительно здесь мешают только тем, что непонятно где ты был, а где не был. Тут только по автокарте ходить, тем более спектров я всех убил. Ну, вот что-то я вроде нашел. Огромная скалолазная лестница. Тут скал-1 сказал бы, что нужен скалолазный набор, и старые бабушки не смогли бы использовать эту лестницу. Вот я и нашел желтый ключ. Я так понимаю, что это какие-то диваны. Вот только, блин, какие-то они огромные слишком. Для великанов. Снова дверь не открывается. Это надо было как-то помечать. Ну, хотя не обязательно. Так, открыл я что-то. Так, текстура поехала. Я не знаю, она должна была ехать или нет, но это не важно. В принципе, даже если она едет, то это, в принципе, логично. Можно объяснить тем, что провода, как бы, ну, поднимаются вслед за платформой, на которой они висят. Поэтому тут ругать не за что, в общем. Но просто я не знаю, как автор хотел сделать. И вот я пришел, собственно, к синей двери. Я открыл синюю дверь. Красного ключа нет. Зачем нужен этот бесполезный пустой коридор? Что это такое? Это ужас. И вообще, слушайте. И кнопка даже не нажимается. И зачем я сюда перся? Кто-нибудь мне подскажет? Ё-моё. Давайте, знаете что? Давайте вернемся. Ой, фу, что это было? А, ну, прикольно, прикольно. Ну, я сначала подумал, что у меня глюти какие-то начались. Так, я где-то еще не был в этом лабиринте. Поэтому пойдем туда. Так. Это вот сейчас направо. Вот здесь я еще не был. Вот, то есть копипаста, а вот здесь мало детализированные локации какие-то. Что это такое? Ну, автор вот вначале задал себе высокую планку, ну, детализации, собственно. Сделал все красиво вначале. А чем дальше, тем хуже становится почему-то. То есть автору явно стала лень. Я, в общем, не могу сказать, что это прям так плохо очень. Ну, то есть это, конечно, ужасно. Я просто не могу сказать, что я так никогда не делаю. У меня тоже такое бывает. Вот и красный ключ. Все, значит, миссия выполнена в этом, так сказать. Кстати, мне нравится вот эта локация. Красиво. Она очень атмосферная, слушайте. Мне прям даже какие-то ощущения на уровне, я не знаю, чего, на уровне подсознания какие-то ощущения передаются. Вот небо, там горы вдалеке, вот эта вот серость, вернее, коричневость, все эти деревья и амбиент вот этот вот. Очень классный. Как мало, на самом деле, нужно человеку для счастья, правда? Игроку, вернее. Ну, игрок тоже человек, я думаю. Так, ну вот, фу ты, ё-моё, с кнопкой... Почему я пытаюсь сказать шоссе? С кнопкой, значит, у нас какой-то глюк, скорее всего. Так, стоп, я ещё вот тут не был, кажется. А, здесь закрыто, потому что оно, ну, не похоже, что откроется. Так, где я, вот-вот-вот, тут я тут вроде бы тоже не был. Да, я тут не был. Вообще, монстров маловато на карте. Как-то даже скучновато. Так, так, понятно. А, я понял. Кнопочка, которую я нажал, была помечена зелёными лампочками. Видимо, вот здесь зелёные лампочки, вот эта вот штука открылась... Локация, локация, а не штука. Она открылась, вот. И, судя по всему, тут сейчас будет бой, когда я нажму все кнопки. А кнопки, видимо, с ключами, потому что они помечены разными цветами. Да, и тут я что-то активирую, это здорово. Отлично. Мне нравится такое решение. Так, ну, теперь надо найти путь... Блин, к началу. Где оно было? Вот хрен его знает. Вот там, что ли? А здесь что? Здесь я вообще не был. Монорельсик. Прикольно, прикольно. И сделан... Ну, я не могу сказать, что он сделан слишком топорно. Ну, нормально, более-менее. Хотя могло быть лучше. Стоп! Так. Подождите, я прошёл карту. А тогда зачем там экзит был? Я не понял. Я на экзите-то не был. Давайте загрузимся, посмотрим. Так, значит, это было у нас где-то... Ай, блин. Это, я помню, там была большая лестница. Вон она. Значит, мне надо вот сюда. Сюда. Вот, вот видите, вот это утомляет очень. Бежать тупо по автокарте. Это тупо, это никому не нужно. Зачем делать такие большие... ...пустые пространства? Да, ну, лестница, конечно, жесть. Итак. Нет, надо сюда. Кстати, немного тупо, что диваны ещё сюда развернуты. Надо было тогда здесь расширить место. А то, получается, тут какие-то лохи сидят, как это самое... Типа, место возле параши. Так. Ну вот. То есть, как бы получается, что экзит это не экзит? Ну ладно. Но... Вы видите, да? То есть... Текстура на экзите... Вернее, потолок экзита... Текстура потолка экзита неправильно поставлена, не та. Почему не работает эта кнопка, непонятно. Вообще, зачем я сюда приходил, тоже непонятно. Зачем эта локация нужна? А почему она вот здесь не проработана? Ни хрена не понятно. А так, в целом, я прошёл карту, видимо. Сев на монорельс. Поэтому... Давайте, что ли, закончим. Блин, бежать даже туда неохота. Давайте загрузимся. Да, ну, снова опустим. Так. И... Монорельс. Где был монорельс? По-моему, вот там. А, вот тут он был. Всё, я вижу. Да, про вас я забыл. Там что, вот стёкла наблюдательные? Они с занавесками, что ли? Что? Розовые. Ну, вот опять тоже, очень маленькая детализация. Вы посмотрите. Всё вот это вот... Совершенно... Нет, я скажу иначе. Всё это очень контрастирует с началом карты. Слишком сильно. Автор просто поленился. Так. Ну ладно, секрет я не нашёл. Давайте подведём итоги. В принципе, карта мне понравилась. Да. Играть было приятно. Монстров маловато, маловато. Я сказал, что их не нужно сильно много, но... Ещё чуть-чуть всё-таки стоило бы добавить. Вот. Далее... Небольшая запутанность, но я не могу назвать её слишком плохой. Потому... Да, я вообще не могу назвать её плохой. Потому что, в принципе, она достаточно тут логичная. Особых таких затыков не возникало у меня практически, по-моему. А даже если возникали, ну это по моей ненаблюдательности. Вот. Не понравилось то, что можно пролететь через решётки. Простреливаемые окна. Баги. Вот. Непонятно, зачем сделанные локации. Там за синей дверью, например. Разные вот графические косяки. То есть, я и говорил там, что вот там текстура. Если это не так стоит, то... Ну, это всё это я повторять не буду по мелочам. Но это всё лучше править. И главный недостаток карты, пожалуй, это... Во-первых. Вначале дизайн очень крутой. Но к концу карты он постепенно становится очень плохим. Это раз. Второе. В начале динамика игры достаточно, ну, приятная. То есть, она держит игрока в некотором напряжении. И сложность к концу карты не нарастает. То есть, мне дали плазму, мне дали целую кучу плазм... То есть, мне дали плазмоган и мне дали целую кучу плазмы. А мне дали ещё кучу других патронов. И куда всё это использовать? Я так и не заметил здесь каких-то сильных монстров, боссов или ещё чего-то. Больших замесов тут даже не было. Только один. Но он проходился элементарно. Пять секунд стреляешь и всё. А потом уже как по маслу всё. И тем более тебе это всё восполняется. Там аптечки были, там были рюкзаки. Там было много патронов плазмы. Ракеты, по-моему, даже были. И телепортировались монстры с одной стороны. И что тоже, то есть, это слишком легко было. Вот. Но я думаю, я высказал всё. Поэтому вердикт у меня такой. Карта хорошая, в принципе. Но её нужно сильно дорабатывать напильником. Вот просто сидеть и дорабатывать. Дорабатывать много. Это я серьёзно говорю. То есть, тут очень много чего надо дорабатывать. Не надо. Наверняка автор захочет так поправить по мелочам вот эти всякие текстурки какие-нибудь. Простреливаемые окна и стёкла. И всё. И на этом завершит свою работу. Вот. Это неправильно. Нужно, как я сказал, дорабатывать напильником основательно. Нужно прорабатывать здесь и геймплей, и дизайн. Потому что дизайн, вот чем дальше, тем он хуже реально. С этим нужно серьёзно работать. Вот. Это был мой вердикт. Я желаю удачи автору в его доработке этого уровня. И желаю ему творческих успехов в будущем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok